здравствуйте эта компания дом в дорогу меня зовут константин давайте посмотрим что из себя представляет этот красавец значит но это самый большой автодом тор из из тех которых я когда-либо был он просто впереди нас ждет еще больше да но этот автодом просто огромный но давайте начнем наверно со спального ложа вот такое вот спальное ложе значит она оборудована слайдером вот этот вот слайдер он выдвигается и получается вот такая вот огромная кровать всего в автодоме 2 слайдера расположены по левой стороне ну объем этого автодома просто огромный то есть в одном помещении в одном помещении у нас находится душ душ очень большой кстати первый раз вижу на пружине вот вот смотрите я отодвигаю да и он сам автоматически пытается возвратиться назад да и у нас вот такой вот санузел унитаз с умывальником да значит огромная кухня с очень большой разделочной поверхностью микроволновка микроволновка всегда включенная опция то есть никогда это не бывает доп опции то есть цену всегда включена микроволновка вытяжка и духовка значит холодильник north cold это чисто американский холодильник тоже первый раз вижу чтобы в американских домах были американские обычно это дом itik или the export да а здесь чисто американский холодильник значит спальне оборудована телевизором то всего телевизоров здесь аж три штук авто дом оборудован двумя кондиционерами один в спальне другой в основном помещении в основном помещение кондиционер тепло-холод а в спальне только холод и если допустим вы не хотите отапливать от газа и вам нужно ну допустим ну температура за бортом примеру плюс 5 и вам нужно чуть-чуть его подтопить вы включаете вот этот кондиционер на тепло и он по специальным патрукам отправляет тепло везде в том числе и в спальне и традиционно давайте считать количество спальных мест кровать дополнительная раз-два дальше маленькая кровать для детей и 4 а еще одна кровать ну наверно тоже для детей 5-6 для четверых детей для двоих взрослых общем автодом рассчитан на семью из четверых взрослых и четверых детей то есть всего автодом рассчитан на 8 человек ну и плюс еще два таких кресла они не превращаются в кровать но кресло но имеется ввиду что здесь ставится такой столик это как аксессуар да он в багажном отделении расположен большой столик и здесь можно расположить там целую свадьбу да и большое количество вот этих вот стульев диванов которые расположены слева и справа вот этого от большого стола да или просто для просмотра телевизора вот эти вот два кресла вот вы хозяева них садятся и вот напротив там телевизор или смотрят какой-то фильм и так далее то есть очевидно вот эти два кресла они не превращаются в кровать но они служат что-то типа домашнего кинотеатра до сколько человек может передвигаться в автодоме то есть сколько кресел для того чтобы ехать значит считаем раз два три 4 5 6 7 8 также 8 человек вот видите кресло сидение оборудование ремнями безопасности здесь два здесь два здесь два и здесь два то есть восемь человек значит ну кабина водителя или место водителя значит автоматическая коробка передач дальше система устанавливающая автодом на 0 я уже рассказывал как в автоматическом режиме так и в ручном режиме в каждом видеоролике я все время рассказываю про вот этот вот пульт да и вот сейчас не поленюсь рассказать и что на себя представляет во первых все очень просто давайте сейчас включу подсветку значит смотрите это управление генератором старт-стоп очень удобная штука то есть вы куда-то приехали нет ни электричества ничего просто нажали и у вас полноценный 220 вольт именно 220 не 110 я не оговорился потому что наша компания адаптирует автодома под 220 вольт вот кстати недавно у нас человек заказывал значит заказал очень много всяких разных доп опций в том числе солнечные батареи с инвертором с правильной синусоидой а я спрашиваю почему вы американский не хотите купить а я не знаю как адаптировать от 110 за 220 вольт я говорю извините вы только что заказали у нас солнечные батареи там вы не знаете как адаптировать с 12 постоянного на 220 переменная здесь вы не знаете он рассмеялся да действительно поэтому ничего более простого как адаптация по 220 вольт нет это все делает очень просто поэтому вот эта кнопка у вас будет включать всегда генератор и у вас при нажатии на этой кнопке при нажатии на кнопке у вас будет электричество 220 вольт с частотой 50 герц вот значит дальше этого движения слайдера заднего и переднего это включение водяной помпы то есть тут не так как в европейских автодомах европейских автодомах система водоснабжения под давлением находится тогда когда вы включаете кран когда вы его выключаете у вас система не под давлением то есть в европейских автодомах невозможно поставить посудомоечную стиральную машину здесь вот эта кнопка позволяет поставить в автодом и посудомоечную стиральную машину потому что для посудомоечной стиральной машины нужно чтобы система была под давлением всегда а не тогда когда вы включаете кран значит это так назову включение бойлера от газа и от электричества то есть это подготовка горячей воды то есть бойлер здесь работает тогда когда вы включите а не всегда как в европейских автодомах нужна горячая вода, включили и у вас нагревается бой и у вас горячая вода, либо от газа, либо от электричества так как вы выключили и у вас энергия лишняя не расходуется это система управления кондиционером здесь в фаренгейтах тоже очень легко автоматически только вентилятор включено система тепло или холод и уровни уровень аккумуляторной батареи уровень питьевой воды уровень черной воды уровень серой воды то есть все очень и очень просто 14 июня по 1 июля 2024 года компания Дом в дорогу проводит очередное ежегодное путешествие с домами на колесах в самую лучшую самую гостеприимную самую интересную и самую удобную в мире страну для путешествий с домами на колесах в Грузию за 16 дней мы посетим живописнейшие места этой удивительной страны мы будем ночевать там где не могут себе это позволить обычные туристы по всему маршруту нас ждут благоустроенные площадки в наше путешествие могут ехать европейские и американские прицепы любые автодома само путешествие проходит по легким дорогам а ночуем мы в местах где удобно парковать прицепы автодома никаких сложностей по всему маршруту нет это путешествие в Грузию мы рекомендуем новичкам купившим недавно прицепы автодома после нашего группового путешествия вместе с опытными караванерами вам будет легче выезжать на дальние расстояния самостоятельно мы проедем по одной из самых красивых дорог мира пересекающий главный кавказский хребет наивысшей точке 2200 метров над уровнем моря военно-грузинской дороги мы посетим древнюю крепость Анануи мы расположим свои дома на колесах в историческом центре Мцхетта у подножья собора Святисхавели 9 века прямо в историческом центре Мцхетта мы побываем в Лермонтовском Дживари мы проведем экскурсию по Тбилиси мы посетим древний пещерный город у Плесцихи где нам о нем расскажет знаток этих мест Сталберг а заодно и накормит в собственном ресторане мы проведем экскурсию в музее Сталина мы остановимся у стен древней крепости и зажарим барана на мангале а на следующий день побываем в действующем мужском монастыре расположенном внутри горы на высоте 300 метров в курортном городе Боржоми мы будем пить воду прямо из скважин мы будем целую неделю отдыхать на море в самом лучшем кемпинге на Черном море расположив свои дома на колесах в нескольких метрах от пляжа мы посетим одно из красивейших мест в мире пещеры Посейдона и один из красивейших городов мира Батуми заходим в каждый лючок и смотрим конечно же во всех автодомах справа то есть вот они пошли таким путем значит у них очень много маленьких помещений то есть помещение для чего-то длинного да вот вторая часть не открывается помещение для чего-то там квадратного помещение для обуви ну вот это вот помещение для каких-то там лыж для досок для серфинга это судя по всему помещение для того чтобы прятать обувь кстати летнее помещение для того зимнее внутри мне кто-то говорил что же я должен зимой снимать свои сапоги босиком идти по снегу ну это видно человек очень себя уговаривал не покупать этот автодом потому что для того чтобы зимой хранить вот пожалуйста а летом вот то есть зачем допустим куда-то там пришел скинул эту обувь туда и занимаешься здесь своими делами вот поэтому если вы себя уговариваете его не покупать ну говорите это сами про себя вот они в комментариях еще одно помещение для каких-то вещей видите тут их целая куча вот это вот телевизор да телевизор значит это технологические помещения для холодильника это газовый баллон вернее газовый бак значит здесь баллонов нет это тоже очень удобная штука газы здесь как правило гораздо больше хранится чем в домах на колесах с баллонами значит это вот система так называемая гидравлика которая помогает выставлять автодом на ноль значит я в каждом видео обзоре рассказываю что это такое если вы приехали в какой-то кемпинг или в какое-то место для отдыха и у вас кровать получается расположена так что голова ниже чем ноги то есть спать очень неудобно как правило утром у людей которым больше 50 больше 60 у них голова болит ну и вообще вредно для здоровья спать когда голова ниже чем у ноги и вот вот эта система позволяет в любых ситуациях устанавливать этот автодом на ноль так чтобы у вас кровать была ровно на одном уровне и вообще весь ваш дом на колесах был на одном уровне то есть нажатием на одну кнопку или вручную значит это делается значит это у нас еще одно помещение просто для чего-то такого да значит видеокамера значит это генератор он может устанавливаться здесь как бензиновый так и газовый бензиновый как правило дороже смотрите какой огромный и большой автодом это еще одно помещение для хранения вещей ну по всему периметру здесь их огромное количество то есть можно я не знаю слона разделать и засунуть значит здесь все что связано с водой здесь сброс серой черной и хотел сказать и флеш воды нет флеш воду мы не сбрасывали флеш вода это обычная питьевая значит здесь сброс серой и черной воды вот значит объем топливного объем бака серой воды 240 литров объем бака флеш воды 350 литров у этого автодома и объем бака черной воды это то что мы извините пейси мы какаем 200 литров вот представьте в европейском автодоме кассета 20 литров то есть мы каждый день ходим ее сливаем а тут бак 200 литров то есть мы можем один раз слить и забыть на две недели забыть на две недели что такое сливать вот эту вот кассету биотуалета потому что бак здесь огромный то есть другими словами перед заездом в какое-то место отдыха мы где-то слили это все заехали и забыли но если у вас возникла ситуация когда вы стоите в кемпинге и выезжать не собираетесь у вас переполнен бак черной воды то вы подкатываете большую переносную канистру на четырех колесах огромную переливаете туда эту воду отвозите в ближайший септик ее там сливаете ну чтобы весь автодом не возить вот ну и после того как слили можно тут что-то перелилось или там закапало вот можно обычный флеш водой флеш это питьевой водой это все промыть под давлением это тоже у нас обычные обычные багажные места для хранения каких-либо вещей это тоже обычное место сквозное кстати вот смотрите сквозное место здесь можно сверху положить лыжи большие вот это помещение тоже видите по всему периметру разложить можно столько что ну в общем сумме объем багажных полок гораздо больше чем у европейского автодома приглашаем вас в путешествие с автодомами по США которое пройдет с 30 сентября по 23 октября 2024 года мы приглашаем вас присоединиться в путешествие с автодомами по западному побережью США никаких особых категорий для управления большим автодомом не нужно подходят обычные российские права с категории Б вот посмотрим поместится ли это все у нас в те места в которые мы запланировали это все положить процесс укладки холодильника в 7 утра выезжаем мы сейчас находимся в долине смерти мы сюда приехали на автодомах вот это горы это юность горы из песка на протяжении нашей поездки по долине смерти нам попадаются старинные поезда повозки дома тут находится музей где собраны старинные вещи когда подъезжаешь к артист Палетте сразу отпадает вопрос почему это место так называется это самая низкая точка континента Северная Америка минус 86 метров относительно уровня моря местность покрыта солями что делает скапливающейся тут воду непригодной для питья я пройду по автодому по утреннему честно говоря моя семья даже не знает что я снимаю да сейчас посмотрим что тут происходит ага вот вот так так у нас выглядит утром автодом здравствуйте Михаил как ощущения как прошли не в Лусан понравилось вам нет Лас-Вегас это не иначе как чудо такого второго города на земле просто нет тут собрали все чудеса света статуи свободы Empire State Building Египетские пирамиды Эйфелеву башню Венецианские гондоли в Лас-Вегасе мы будем два дня седьмой и восьмой день нашего путешествия здрасте мы в Колорадо приехали смотреть каньон каньон антилопы и изгиб подковы это всемирно известные достопримечательности и мы там будем в общем у нас есть целый вечер в Лас-Вегасе даже не видится Альбом как гондол и Продолжение следует...